Революция 27 февраля застала меня в Петрограде. Все чувствовали надвигающуюся бурю, но никто и не мог представить, что буря может принять такие размеры и превратиться в фантастическую картину развала всей страны, от столиц до самой глухой провинции. Здравствуйте! Сегодня мы читаем записки белогвардейца, опубликованные более 30 лет назад в одном из томов архива Русской революции. Имени автора этих записок история не сохранила, но все события, о которых в них говорится, самые настоящие и узнаваемые. И Самара та самая. Итак, поехали! Нелюдима она, невидима. Темный бор замыкает кольцо, закрывает бесстрастная схема. Молодое, худое лицо. В январе 1918 года я был в Москве, где разыскал тех людей, которые, по моим соображениям, должны были переживать то же, что и я. А потому не сидеть, сложа руки. Я действительно обнаружил таких людей и понял, что, отбросив всякую партийность, за единственное государственное начало, они признавали добровольческую армию, которая уже начала действовать на Дону. Тогда же я был послан в Поволжье и в течение марта 1918 года побывал в Самаре, в Саратове и в Пензе. В Самару я прибыл в момент выступления местных анархистов, извозчиков и матросов против советов. Это оригинальное соединение произошло из-за того, что извозчики выступили с экономическими требованиями, которые предъявили советской власти и были поддержаны анархистами и матросами, которые находились в городе. Это вообще был момент анархии. Советы только-только устанавливали свою власть в городах, то и дело происходили налеты различных банд, действовала сама охрана из местных жителей. А власть большевиков заключалась в основном в требованиях контрибуций и в арестах за их неуплату. Каждый тянул одеяло в свою сторону, и одеяло грозило вот-вот быть разорванным на мелкие кусочки. Политическая организация, которую мне удалось нащупать здесь, в Самаре, была социалистического толка и впоследствии проявила себя при взятии города чехами. Во мне самарцы ощущали не вполне своего поля ягоду, и поэтому вели себя сдержанно, старались больше задавать вопросы мне, чем отвечать на мои. Отсюда, из Самары, я отправился в Пензу, которая в марте казалась гораздо более спокойной во всех смыслах. Но никто еще не знал, что пройдет всего несколько месяцев, и все тысячу раз изменится. Встречусь я и с Самарой тоже. Но та Самара будет совсем не похожа на город весны 1918 года. В начале июня 1918 года Самара, получив соответствующее распоряжение из Москвы об обезоружении чешского корпуса, попробовала сопротивляться. Но ее карнизон был разбит на голову. Чехи начали обстреливать город, а затем, сделав вид, что отступают, неожиданно отрезали красных от города и загнали их в речку Самарку. Поднявшееся в это время в Самаре восстание помогло освобождению города. Часть комиссаров была растерзана расферепевшей толпой, которая ловила и спасшихся из воды красных, вбегавших в город голыми. После освобождения Самары от большевиков там начала организовываться народная армия, в которую мобилизовывали офицеров, призывали добровольцев. К концу августа железная дорога была очищена от красных, и Самара соединилась с Владивостоком. 7 сентября мы со спутниками попали на пароход, шедший вверх по Волге. И 8-го добрались до Самары. Город кипел народом. Все гостиницы были переполнены, и места, где можно было бы остановиться, абсолютно не было. В конечном итоге, в результате долгих скитаний, случайно, в одной из грязных гостиниц возле Волжской пристани, нам сказали, что место можно найти на пароходах, которые стояли на Волге и находились в ведении речной флотилии. Отправившись на пароход Харьков, стоявший на пристани Кавказ и Меркурий, я нашел штаб боевой флотилии. Там встретился со знакомыми моряками, которые дали нам приют на одном из пароходов. Вскоре мне дали работу по связи с городскими учреждениями и штабом сухопутных войск. Военное управление в городе было разделено между чехословацким командованием и штабом Народной армии. Последняя была организована на добровольческих началах, причем обязательность службы была объявлена на три месяца. Командовал Народной армией полковник Галкин, который находился во главе конспиративной организации до освобождения Самары от большевиков. Самой популярной частью этой армии был отряд Капеля. Капелевцы всеми признавались самой стройной и цельной командой. Это они позже будут защищать позиции в самых тяжелых условиях, раздетыми при сильном морозе. И внесут несколько красивых страниц в историю освобождения России от большевиков. А вот во главе чехословаков стоял полковник Чечек. Сам же чехословацкий корпус, который в начале лета проявил настоящее мужество, к осени стал обнаруживать признаки усталости. Началось неподчинение командирам и разного рода разговорчики о том, что почему-то мы должны воевать за чужую страну. Пусть русские сами за себя и воюют. Говоря об общем положении дела, нужно принять во внимание, что при занятии Самары чехословаками бывшие там члены учредительного собрания Брушвид, Вольский, Фортунатов и другие взяли гражданскую власть в свои руки. В скором времени к ним примкнули и другие их товарищи, создавшие комитет, члены которого поделили между собой министерские портфели. Например, Министерством внутренних дел завядовал Климушкин, бывший в свое время волосным писарем и, конечно, оказавшийся совершенно неподготовленным ко взятым им на себя обязанностям. В силу чего ему пришлось обратиться к бывшему самарскому губернатору князю Голицыну за частными указаниями в делах, в которых он, Климушкин, запутался. Само собой понятно, что направление этого комитета было совершенно социалистическое и одновременно с ним в городе существовал Совет солдатских и рабочих депутатов. В последних числах сентября пала Сызрань. Несмотря на уничтожение одного из пролетов Александровского железнодорожного моста, наступление большевиков продолжало развиваться. В результате чего было принято решение оставить Самару. В городе в это время уже чувствовалось нервное напряжение, появились кучки шушугающихся, а по ночам на улицах начали раздаваться выстрелы. Вскоре начались грабежи складов и пристаней на Волге, оставшихся без хозяев. В воскресенье 6 октября остатки войск двинулись по направлению к станции Кенель, находящейся в 40 километрах от Самары. К вечеру уложил свои вещи в вагоны и штаб народной армии, а защита города была передана в ведение полковника Махина, только что вернувшегося с южной линии фронта. Грохот орудий в этот день и отдельные части, тянувшиеся по улицам города вместе с обозами, усиливали напряженность момента. Но радости на лицах не было. Чувствовалась тревога, связанная с осознанием неизбежности репрессий. Придя на вокзал, откуда должен был эвакуироваться штаб армии, я увидел полную невозможность попасть на поезд. Тогда я стал уговаривать несколько офицеров, также не сумевших сесть на поезд, идти пешком догонять свои части. Мне, прошедшему перед этим почти 400 верст, такое путешествие казалось пустяшным, тем более, что ему способствовала прекрасная погода. Взяв винтовку и мешок со сменой белья за плечи, мы двинулись в путь. Настроение было хорошее, верилось в правоту дела. И рисовалось, что все происходящее только плод какого-то недоразумения. Обидно было только за оттяжку освобождения России, которую грабители и негодяи калечили своими экспериментами над ней. Пройдя Богорусланским трактом Верс-15, мы подошли к полотну Самары-Златоустовской железной дороги, по которой каждые четверть часа проходили эшелоны из Самары. Железнодорожное сообщение было в руках чехов, которые, естественно, заботились сначала об эвакуации своих, мало интересуясь нуждами русских. В особенности трудно было жителям, стремящимся к выезду и не могущим получить мест в поездах. Им приходилось выбираться из Самары самыми разнообразными способами. Но интересно было то, что настроение беженцев было таким, что будто они оставляют насиженные места на 2-3 недели, и поэтому большинство из них ехало налегке. Многие оставили даже теплую одежду, хотя приближалась зима. И зимовали потом в Сибири, страдая от холодов. Добравшись до Кенеля, я разыскал эшелон Волжской флотилии и кое-как пристроился к нему. Движение по железной дороге было трудным. Не хватало паровозов, и каждый эшелон, которому удавалось заполучить, таковой сейчас же, ставил на паровоз часовых с винтовками, чтобы им не завладел кто-то другой. Эвакуация всегда была делом нелегким. А при той плохой организации и массе хозяев, которые наблюдались в то время, дело и вовсе шло из рук вон плохо. Каждая военная часть стремилась захватить как можно больше вагонов. Железнодорожные служащие грузили вагоны все вплоть до рогатого скота, тогда как другим военным частям не хватало места в поездах. Что же касается Чехов, то они вообще побили все рекорды. Захватив весь подвижной состав, поставили в вагонах железные кровати с пружинными матрацами и не собирались освобождать их в течение всей зимы, рассматривая вагоны не как средство передвижения, а как свои дома и квартиры. Узнать вагоны Чехов можно было по различным эмблемам, которыми они их украсили, чувствуя себя в теплушках полными хозяевами. Эшелон, в котором я двигался, ехал с большим трудом. На каждой станции были задержки. В результате мы только на 12-й день добрались до Челябинска. Но это было самое начало пути, который вел нас все дальше и дальше от тех мест, где мы родились и росли, и которые любили, кажется, больше жизни. Но и нынче, как прежде, когда-то, не осилить Россию в беде. И запавшие очи подняты к золотой вифлеемской звезде. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин